всем привет я кела сегодня буду шить коврик что-то я подсела на коврике вот и самое главное хочу показать блок для тех кто еще не видел я уже шила такое одеяло этот блок но там практически бесконечная звезда ее можно его можно шить хоть на все одеяло там хоть до любых размеров вот мелкие крупные квадратики это все на ваше усмотрение вот сейчас посмотрите смотрите я взяла 15 сантиметровые квадратики двух цветов также посмотрите я в конце там вставила фотографии как можно не только две ткани например совмещать между собой разные ткани и как это выглядит тоже красиво вот разные ткани но там такой монохромной палитре вот дальше после того как я нарезала квадратики один из цветов я взяла вот так вот прочертила по диагонали теперь нам нужно сложить все это в пары и проложить строчки по обе стороны от начерченной линии вот прям вот так не срезая ниточки мы берем квадратики лицевая к лицевой и вот так вот прокладываем строчку дальше также не срезая ниточки прокладываем строчку с другой стороны от начерченной линии здесь вот горошек на сиреневом активный такой активная расцветка поэтому линию вам может быть не очень видно но понятно да по диагонали начерченная линия дальше нам нужно все это разделить и разрезать по начерченной линии таким вот образом каждую пару дальше нам нужно это их разгладить вот таким образом но я потом все утюгом еще пройдусь вот и срезать уголочки девчонки если шьем из ткани там от домашнего текстиля как вот я по одеяло там дальше покажу фотографии вот то вот на этом этапе можно проверить и если нужно то выровнять квадратики если ткани разные у вас там да у меня вот тут новые ткани вот и поэтому в принципе не нуждаются даже выравнивание ну и все собственно дальше нам нужно выложить вот такую прелесть смотрите вот эта звезда она практически бесконечно ее можно дальше и дальше и дальше выкладывать и вот этот рисунок сохраняется то есть начинаете из центра вот эту вертушечку сначала и дальше прям вот так вот выкладываем как у меня эту звезду поэтому количество вот этих квадратов я не называю это на ваше усмотрение вот сколько хотите можно выкладывать ее в дальше и дальше продолжать она практически бесконечная звезда вот и дальше вот таким образом мы по рисунку сшиваем я взяла первые два вертикальных ряда сложила их стопочки сверху самого верхнего угла да вот и вот таким образом поочередно это скоростная сборка я неоднократно показывала если что-то непонятно то посмотрите есть отдельное видео по этой скоростной сборки но я это практически в каждом видео показываю поэтому тут уже все ясно тем кто меня смотрит вот пошли дальше взяли третий ряд и также не срезая ниточки прям вот так это удобная сборка именно как раз вот в нашем случае прям самое то чтобы не перепутать рисунок вот таким образом мы складываем квадратики собираемся в квадратики поочередно вот пришили третий ряд вертикальный столбец вот этот и так собираем все ряды в такую вот большую гирлянду у нас все держится на ниточке и рисунок мы не перепутаем вот видите вот после того как мы собрали все вертикальные ряды теперь нам нужно их соединить между собой вот таким образом видите уже тоже ничего не надо подбирать у нас все держится ничего не не перепутается единственное вот здесь смотрите вот эти припуски вот здесь сверху они смотрят вниз например да снизу смотрят вверх то есть в противоположных направлениях вот эти вот припуски на стыках и все если ну вот я тут даже без булавочек обхожусь стыки можно там хорошо проконтролировать если ткани разнообразные уже бушные например от одежды то скалывайте прям в шов эти стыки между собой и все получится у вас превосходно вот после того как мы соединили все эти ряды в полотно вот смотрите такая прелесть прелестная у нас получилось вот теперь мне надо все это прогладить и вот здесь видно да вот в одном ряду при пуске смотрят влево в другом вправо вот а поперечный ряд я все в одну сторону заглаживаю вот можете раз раз гладить эти швы как вы хотите я вот таким образом поступаю все после того как я все погладила я складываю смотрите какое красивое полотно да ну прелесть вот таким образом можно прямо на собирать на все одеяло и также можно его прямоугольным на собирать и квадраты и все что как хотите смотрите какая прелесть вот такой потрясающий лоскутный блок вот но я на этом не остановилась я вот таким образом сложила в 4 этот блок и вот с помощью линейки ну можно с помощью сантиметров и возьмите сантиметр-метр как как удобно что у вас там есть вот я вот так вот по отмечала прям маркером поставил вот такие отметочки и сейчас сделаю для того чтобы нарисовать окружность вот после того как я проведу вот эту окружность я вырежу круг но девчонки хочу сразу сказать тоже смотря какие ткани и опыт все таки да резать можно не спешить просто я уже несколько этих сделала я уже понимаю как чего у меня будет тут вот можете не спешить резать сначала простегать полотно а потом уже вырезать готовое вот из газеты вырезаете круг и потом на готовое накладываете обрисовываете вырезаете потому что мало ли в процессе стежки ткань может там у вас повезти пойти на не знаю в общем я данном случае сразу вырезала круг вот таким образом вот и у меня будет вот такой круглый коврик смотрите дальше этот круг нужно положить на подкладку на синтепон или какой наполнитель девчонки посмотрите предыдущие видео недавно мы шили я положила в качестве наполнителя полотенце пляжное махровое большое это так здорово вот для таких ковриков это самое то сегодня у меня латин и кстати я его соединила с вот и здесь у меня флиз кусочки там вот не хватило я доложила и в принципе все получилось хорошо по толщине я там где-то двойной где-то вот после того как я все это сколола приготовила я ставлю такую шагу это вернее лапку для свободно ходовой стежки сейчас я закручу вот обычная бытовая машинка у меня швейная теперь нам нужно убрать нижние зубчики видите вот так клавиши они у меня убираются и ведь они ушли эти зубчики вот и теперь мне нужно поставить натяжение нитки я в данном случае поставила на 6 потом на 7 поставила все-таки толстым не здесь это потренируйтесь на кусочки какое вам нужно натяжение больше никакие настройки не нужны потому что зубчики мы там убрали у нас дальше все мы ведем сами вручную вот это для этого тоже нужна тренировка и вот таким свободным ходом разумеется вы можете простегать и шагащий лапка там по кругу например у меня тоже вот недавно коврик такой был экспериментировала я по-всякому и разумеется на обычной лапке тоже в принципе можно все это поделать но тогда уж точно не нужно спешить вырезать потому что обычной лапкой как правило все это конечно нужно потрудиться вот здесь ну и вот эти узоры это тоже все на ваше усмотрение разумеется может быть да можно и просто в шов простегать все полотно не покрывной стежка такой вот так шов например да ну я люблю такую свои любимые пупырки сделала вот и после того как все простегала начиная с центра и краям и обычная все это стягаю вот и одеял и коврики и там подушки и сумки все ну и разумеется без этого плотно можно шить все что угодно я сегодня вот коврик у меня и наполнитель такой плотненький тяжеленький и все прям прекрасно сошлось дальше я срезала все лишнее и пришила кромочку и не заметила у меня там что у меня сел телефон и в момент именно пристрачивание кромки я не записала но ничего тоже в предыдущем видео посмотрите любой предыдущий коврик или даже отдельное видео есть по кромкам тут ничего сложного я вам сейчас лучше покажу как я это все-таки здесь круг здесь уже не обойдешься все-таки нужно по косой но у меня не было возможности вырезать полоску 45 градусов и я взяла вот так вот смотрите у меня полоса ткани 50 сантиметров ну и полтора метра шириной и я вот таким образом противоположные углы смотрите вот так по диагонали сложила этот кусок дальше сложила его поперек ну как бы в 4 до получается и сейчас еще раз сложу вот так вот и все и вот так вот вдоль вот этого сгиба я нарежу полоски мне здесь одного разреза достаточно я 2 сделала вот в одном разрезе меня две полоски таким образом они по косой конечно не не под 45 градусов но ничего страшного получилось все прекрасно вот у меня где-то 6 сантиметров по моему шириной эта полоска ну каждого сайтам какой возьмите 67 сантиметров больше не надо шире уже слишком много будет вот и вот эту полоску я сложила вдоль прям вдоль пополам и пристрочила с изнанки затем повернула на лицо и пристрочила вот так по лицевой еще и все вот у меня получился вот такой прелестный коврик так они мне нравятся эти коврики и прямо подсела на них вот и девчонки но самое главное сегодня гвоздь программа это сам блок вот этот но потрясающий до лоскутный блок шьется очень просто и выглядит просто превосходно представляете это могут быть разноцветные ведь ромбики так скажем лучки вот этой звезды а могут быть там двухцветные могут быть там в какой-то палитре просто вот разных цветов но в едином вот вот она это одеяло которая шила ведь а здесь желтые синие разных цветов синие от голубого до темно-синего и желтый также вот ведь его на золотую и лимонные всякие но рисунок выдерживается и видите как красиво получается в это видео есть на канале можете посмотреть ну и вот они мои любимые коврики девчонки кстати меня спрашивают ой продайте там как продайте девчонки я на продажу специально не шью но и изделия из мастер-классов у меня ставят продажи поэтому вот если вы хотите вот эти образцы можете купить они в продаже но на момент я не знаю какие там будут вот смотрите какая прелесть просто прелесть ну и конечно же если не купить то сделать такой коврик подробные мастер-классы смотрите меня на канале смотрите какая красота мне прям очень понравилось можно в комплект к одеялу сшить такой коврик например да или там вот такой ковер и подушку например на подарок да там ну класс мне очень нравится ну и разумеется расцветки это все на ваше усмотрение можно такие яркие пестрые делать а можно сделать более такой спокойный раз в поле спокойной расцветки вот и вот такой вот коврик мы делали то это по отдельности собираются лепестки все и вот такой из кромочек это прямоугольный коврик большой достаточно плотники хороший получился здесь даже без наполнителя обошлось он все равно получается плотный потому что много узких полосочек кромочек нашита вот очень хороший коврик вот ну и вот такие слитки такие подушечки мы с вами недавно шили в общем вот такое видео мне сегодня для вас еще один коврик смотрите как это красиво смотрится и еще в шотах мельком показала меня сейчас в работе моя планета если вам интересно загляните в шот посмотрите но сейчас я вот занята работой все жду наполнитель у меня опять закончилось все и покажу вам как-нибудь следующих видео но пока я на этом с вами прощаюсь совсем ненадолго желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения очень надеюсь что это видео вдохновит вас на собственные подвиги попробуйте самое интересное сюда это же коврики сюда вообще можно использовать все 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 что не нужно в доме весь домашний ненужный текстиль и все равно получится превосходно вот дать вторую жизнь вещам смотрите какая прелесть ну все мои хорошие на этом и сами прощаюсь не забудьте подписаться не забудьте поставить лайк и написать комментарий хотя бы сердечко пришлите мне все всем пока